МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите прямой эфир. Здравствуйте. С 15 по 17 марта жители Ставропольского края смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Где развернутся пункты для голосования? Какие проекты вообще заявлены? Сегодня в нашей студии заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Николай Небеский. Здравствуйте, Николай Викторович. Добрый день. Получается, что голосование будет проходить в дни выборов президента Российской Федерации. Правильно? А где же развернут эти доп. пункты? Ну, нужно прежде всего сказать, что проект формирования комфортной городской среды инициирован президентом Российской Федерации. Действует он в Ставропольском крае с 2017 года. За это время нами пройден определенный путь большой. Приведено на ромативное состояние 1183 объекта общественного назначения и 283 дворовых территории. В текущем году так случилось, так повелось, что... Кстати, это является одним из условий предоставления субсидий из федерального центра о том, что субъект должен ежегодно проводить рейтинговое голосование по определению объектов первоочередного благоустройства. В этом году дата проведения очередного этапа голосования совпала. Старт голосования совпал с действительно основным нашим внутриполитическим событием в стране. И поэтому с 15 по 18 марта у жителей Ставропольского края, да и не только, у жителей всей страны будет прекрасная возможность поучаствовать в очередном этапе рейтингового голосования. Наши жители это делают с удовольствием. Мы входим в пятерку одних из самых голосующих регионов по стране. Достаточно сказать, что за прошлый год в голосовании приняло 614 тысяч человек. Так, но надо для сравнения, наверное, позапрошлый вспомнить год. Больше-меньше стало? Да, вот показатель у нас был 486 тысяч, но жители наши более активно голосуют. Поэтому вот такие результаты. В текущем году мы для себя ставим более амбициозные планы. Это 30% от взрослого населения. Это порядка 728 тысяч. Мы ожидаем такое количество людей, которые придут на избирательные участки. В том числе и проголосуют за наш проект. И по результатам этой работы мы определим уже перечень тех объектов, которые мы будем благоустраивать и реализовать до конца 2025 года. То есть можно будет все сделать заодно, прямо на месте, да? Или как это все будет выглядеть? Можно будет сделать это несколькими способами. Можно самостоятельно, в любое удобное время, не отрываясь от домашних дел, зайти на сайт Минстроя Российской Федерации за горсреда.ру, где будет вывешена специализированная платформа с описанием и с перечнем объектов, за которые можно будет проголосовать, и можно отдать свой голос. Можно прибегнуть к помощи волонтеров. Мы прежде всего обращаемся к людям старшего поколения, кто не особо дружит с гаджетами. Наши замечательные помощники, которых легко будет узнать по экипировке, располагаться они будут вблизи избирательных участков, и при желании каждый желающий может подойти и проголосовать при помощи волонтеров. То есть сориентируют, да? Они расскажут, какие проекты поставлены? Обязательно. Они расскажут и об объектах, и помогут проголосовать. Если человек ограничен во времени, волонтеры помогут зарегистрироваться на сайте, и после чего придет ссылка оповещения, человек в любое удобное для себя время может проголосовать. Если же совсем цейкнот, со временем бывают и такие ситуации, поскольку голосование будет проходить и в рабочие дни, кто-то будет выбирать время в обеденный перерыв или после работы, поэтому у волонтеров будут иметься флайеры специализированные с QR-кодом. Через QR-код, заходя на сайт, можно также проголосовать в любое удобное время. Кто следит за ходом проведения голосования, и вообще как и кем потом подсчитываются голоса, если говорить о нашем проекте? Мы, в общем-то, не один год участвуем в рейтинговом голосовании, и здесь назначение специального органа, который будет отслеживать эту ситуацию, оно уже не актуально. Почему? Потому что в Минстроем Российской Федерации создана специализированная платформа, где отображаются все объекты, где есть описание этих объектов, где есть статус предполагаемых голосованию объектов. На этой платформе при голосовании подсчет голосов за тот или иной объект, он отражается онлайн, поэтому следить за этим голосованием может любой гражданин Российской Федерации. Уже был у нас такой подобный опыт параллельно в день выборов проводить голосование за объекты благоустройства? Если да, давайте вспомним, как это было и какой была явка. Да, есть положительный опыт 2018 года. Правда, тогда еще не существовала платформа, и голосование осуществлялось только, начиналось онлайн-голосование, и параллельно с этим осуществлялось голосование традиционным способом опускания бюллетеней в урны. Но я помню, что в тот день была очень ненастная погода, и мы переживали за результаты. Но наши жители, наши граждане оправдывают все наши ожидания, и, как я уже сказал, мы остаемся лидирующим регионом по Российской Федерации. А это значит и поддержка президента, и того курса, который осуществляется в стране. Но это прежде всего поддержка той работы, которую мы, конечно, ведем в регионе, а она, думаю, видна. Здесь хочется напомнить, что в начале года президент Владимир Путин анонсировал продление проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава государства также отметил, что результаты федерального проекта, цитирую, «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов. Как включаются в эту работу муниципалитеты, и как они готовят, возможно, пункты для голосования? Это, наверное, тоже их задача. Поскольку у нас накладывается два основных события, то прежде всего правило здесь, конечно, не мешать работе избирательных комиссий и не находиться в зоне, в границах работы избирательной комиссии. Об этом волонтеры наши проинструктированы. Я думаю, что целесообразнее всего, конечно, будет проголосовать на выходе, когда уже исполнен основной свой гражданский долг. Уже мы потом можем обратиться и к вопросам нашей повседневной, насущной жизни субъектового значения. Будут сформированы вблизи, в непосредственной близи от избирательных участков будут организованы пункты голосования за объекты проекта формирования комфортной городской среды. Не всегда есть условия для того, чтобы эти люди располагались именно в помещениях. Стационарно. То есть это могут быть палатки, например, да? Да. У нас по всей территории края будет 990 таких пунктов голосования за проект формирования комфортной городской среды. Поэтому волонтеры могут работать на улице, на трафике. Мы надеемся, что погода будет хорошая и что поспособствует нам выполнению тех задач, которые стоят нами на предстоящий период. Но в целом, если говорить о работе муниципалитетов, как они наладились работать все эти годы? Что от них зависит, что они должны сделать, чтобы принять участие в этом проекте? Вы знаете, мы усовершенствовали работу в текущем году. Если раньше мы ограничивали своими нормативно-правовыми актами, что от муниципального округа должно участвовать не более трех объектов, то проанализировав опыт нашей работы, мы сделали вывод о том, что несправедливо такое ограничение муниципальных образований, глав муниципальных образований. Объясню почему. Допустим, на рейтинговое голосование выходит город Изобильный и еще два населенных пункта Изобильнинского муниципального округа. Тогда у остальных жителей, не задействованных голосованием, тогда теряется смысл голосования за те объекты, которые будут располагаться в других населенных пунктах. Поэтому мы в первый раз в текущем году внесли изменения в действующее законодательство, определяющее регламент проведения рейтингового голосования и позволили всем желающим населенным пунктам участвовать в голосовании, пускай победит сильнейший. Я думаю, что это положительно скажется на явке. Если в прошлом году у нас было 77 объектов выставлено на рейтинговое голосование, то в этом году их количество увеличилось до 227. Но приняты к реализации, сколько будут из них все-таки? 33. 33. Ну серьезная борьба будет развернута. Увеличивается количество объектов, увеличивается число голосующих. Если в том году у нас получателями субсидий являлись 14 муниципальных образований, то на сегодняшний день уже субсидии распределены 29 муниципальным образованием. И до 1 апреля мы распределим полностью все субсидии. Но мы с вами агитировать сегодня не можем за лучшие проекты или такие яркие запоминающиеся? Я думаю, в этом нет и смысла, потому что жители очень активно голосуют за эти объекты. Почему? Потому что проект максимально открытый, потому что видны результаты работы. И то, что от момента голосования и внесения этого объекта в муниципальную программу, включая проектирование, прохождение экспертизы и вот объекта в эксплуатацию, проходит всего лишь один год. То есть они уже знают, за какой проект им предстоит бороться? Потому что это с ними же и обсуждалось, наверное? Жители. Жителями, да. Безусловно. На первом этапе мы попросили жителей подготовить все предложения по любым объектам, которые они видят. Потом общественные комиссии проанализировали поступившую информацию и выявили объекты-лидеры, которые чаще всего находятся у людей на слуху. И вот эти объекты сейчас выносятся на рейтинговое голосование, по итогам которого мы определим один объект-победитель от каждого муниципального округа, внесем это в муниципальную программу и реализуем до конца 2025 года. Ну а те, кто в этом году не зашли в программу, они смогут поучаствовать в последующие годы? Да, при наличии бюджетных ассигнований мы стараемся, вот я уже сказал, до 1 апреля в текущем году мы распределим все средства. Если у бюджета появится возможность выделения дополнительных средств, мы также обращаемся в федеральный центр ежегодно с вопросом о том, что если кто-то из субъектов по каким-то причинам не может освоить деньги, мы с удовольствием примем эти ассигнования и рассмотрим, как в условиях оптимизации освоить эти деньги и отчитаться в конце года. Но такие случаи были в предыдущие годы, кто-то не мог освоить? Или все-таки все в основном справляются с поставленными задачами? В основном, конечно, у нас справляются регионы с поставленной задачей, но надежды мы не теряем. А напомните условия, как все это финансируется? Финансируется, ну, основная доля средств, Во-первых, финансируется это все из трех источников бюджета. Это местный бюджет, это краевой бюджет и это ассигнования, поступившие из федерального бюджета. Основная доля, конечно, это средства федерального бюджета. Почему? Потому что программа для нас очень выгодная. Вот если говорить о цифрах этого года, то из 750 миллионов рублей 40 – это софинансирование Ставропольского края. Все остальные средства – это средства федерального бюджета. Для муниципалитетов это 0,1% – это вообще несущественная нагрузка, такая незамечаемая. А населенные пункты с какой численностью участвуют в программе? Населенные пункты с численностью не менее тысячи человек. Всего в рейтинговом голосовании у нас участвует 33 муниципальных округа Ставропольского края. Это весь периметр, вся территория Ставропольского края. Есть же еще для малых населенных пунктов программа, да? Есть ответвление, так сказать, от этой программы? Есть еще один инструмент, который мы ежегодно используем. Мы стараемся использовать все механизмы, которые помогают нам привлечь средства федерального бюджета для благоустройства. Мы, в общем-то, и мы, я говорю, Ставропольский край как субъект, и не только просящим взором обращаемся к федеральному центру, очень много делается в рамках краевых программ. У нас еще три программы, направленных на благоустройство. Это и местные инициативы, это и благоустройство по линии ЖКХ, это наш курортный сбор. И вот за последние только годы, с 2017 года, в объекты благоустройства было вложено порядка 13 миллиардов рублей по различным программам, и краевым, и федеральным. Из них 8 миллиардов – это краевые средства. Поэтому вот такие темпы благоустройства, они, конечно, без поддержки губернатора, без поддержки краевого правительства, ну и, соответственно, без поддержки бюджета, они невозможны. Если мы будем действовать только в рамках программы формирования комфортной городской среды, конечно, темпы будут совершенно иными. И никогда бы за 5-6 лет мы там 1100 территорий не сделали бы. Но мы стараемся использовать все те механизмы, которые нам законом о бюджете становятся возможными. Поэтому мы ежегодно участвуем в конкурсе малых городов и исторических поселений. Этот конкурс также инициирован президентом Российской Федерации. Работает он с 2018 года. Когда президенту презентовали в Красногорске первые итоги проекта формирования комфортной городской среды, он задал вопрос, а как же быть с малыми городами? То есть крупные агломерации, они, конечно, имеют более большой инженерный потенциал, ресурсный потенциал для воплощения проектов, для разработки этих проектов. Поэтому вот маленькие муниципальные образования, численностью до 100 тысяч человек, они как бы не совсем были конкурентоспособны с этими гигантами. И поэтому президент предложил конкурс именно для небольших муниципальных образований. Мы ежегодно в этом конкурсе участвуем, ежегодно становимся победителями. Вот в прошлом году во Владивостоке мы также в двух номинациях победили. Мы привезли порядка 150 миллионов федеральных грантов. А, то есть выиграть – это значит привезти грант. Да, да, да. Вот, и сейчас эти объекты торгуются. Это сквер по улице Буачидзе в Ессентуках и сквер молодежный в городе Лермонтове. Вот два этих города стали победителями. Но и в настоящее время мы уже думаем о том, что мы будем подавать на будущий год и какие объекты мы будем реализовать в рамках этого конкурса. Ну, тенденции какие-то на благоустройство, они меняются? Потому что делаем, делаем, делаем немало. Есть над чем еще работать? Что сейчас? Есть большее осознание того, что не столь важно, чтобы вовремя закончить объект, а важно концептуально, как его построить, как сделать. Мы приходим к осознанию того, что нужно уходить от каких-то стандартов, что обязательно, если общественная территория, ну, в принципе, как и дворовая территория, что там должна быть детская спортивная площадка, там воркаут, еще что-то. Нет, все-таки территории разные. Территории разные по востребованности функциональному населению, и территории разные, в конце концов, исторические. И, допустим, я очень рад, что в Эммануэлевском парке, старейшем в нашем крае, и на Северном Кавказе, вот нет этого изобилия чего-то новодельного, новомодного. Это все-таки парк, который был заложен во времена Лермонтова, и там, наверное, все-таки нужен культурный код, культурная идентичность. Так, а еще хотелось бы примеров по такой вот идентичности. Может быть, по аудитории, которая проживает в этой местности, молодежь или, наоборот, пожилые граждане. Тот же Пятигорск, Лазаревский сквер, вблизи Некрополя, тоже спокойная прогулочная зона. И следующий пример. Наш сквер Героев России, расположенный на улице Щипакина, это молодежный, развивающийся большими темпами микрорайон, с большим количеством молодых пар, с большим количеством детей. Поэтому эта территория, если можно так сказать, заточена именно под эту категорию граждан. Какие объекты у нас будут благоустроены в этом году? Где работы уже начались или начнутся весной? Как я сказал, субсидии распределены 29 муниципальным образованием. Из них 13 уже приступили к подготовительным работам. Их еще нельзя назвать полномасштабными работами. Но мы все-таки стараемся время не терять. И то, что можно сделать в этих погодных условиях, мы начинаем делать. Говорить там о каких-то объектах... Ну, мне бы не хотелось. Все-таки всегда интересно, когда объект рождается на глазах и когда он открывается потом в том виде, в котором мы его задумали. Но перечень объектов у нас есть на сайте Министерства дорожного хозяйства. С ним можно познакомиться. И я думаю, что мы не раз еще в этой студии будем говорить в ходе производства работ о том, какие объекты... Ну, давайте тогда прошлый год. Расскажите, что уже случилось. Если подводить итоги прошлого года, то у нас несколько территорий хороших появилось. У нас продолжают активными темпами развиваться наши города. Город Ставрополь. Вот прекрасная пешеходная аллея у нас появилась в самом центре города. Которая, в принципе, является, наверное, продолжением той работы, которую мы начинали ранее. Хорошие парки появились в Инозимцево, поселок Капка, где после реализации нашего объекта кратно возросла стоимость жилья, начало перспективно развиваться этажное строительство. То есть уже той работой, той программой, которую мы живем, которую мы делаем, мы меняем статус городов. Предгорный район, старые советские парки, заброшенные, то же самое. Мы вкладываем хорошие, большие ассигнования и приводим это все в порядок. И эти общественные территории начинают жить новой жизнью. Ведь, возвращаясь к вопросам рейтингового голосования, мы, наверное, не раз об этом говорили, что в данном процессе люди голосуют не только руками, а еще и ногами, приходя в эти, наполняя эти парки, развивая, но если наполняется какая-то территория, уже появляется интерес у бизнеса, начинает заходить туда бизнес, появляются новые рабочие места. То есть город постепенно превращался уже, наверное, даже в село, да? Да, давайте вспомним, что такое был железноводство 10-15 лет назад. Ну, такой тупиковый, уютный городишко, где, в общем-то, приехав в санаторий в свободное личное время, там вот негде погулять. До санатория и обратно. До санатория и обратно, да. Сейчас вот то, что сделана эта каскадная лестница, это у набережной 30-ка, вот просто изменился статус города, уже начинают задумываться бизнесмены с определенных государств о том, что вкладывать туда средства, и немалые средства. И из провинциального тихого города уже становится такой бурлящий населенный пункт, где есть масса всяких фестивалей, масса тематических мероприятий. Да, практически центр тематического туризма такого. Да, и становится городом, железноводством, городом выходного дня, где мы сами можем приехать, отдохнуть утром и вечером вернуться домой. Но при этом традиции, как вы говорите, сохраняются. Случаются ли недовольства, что изменили как-то не так территорию? То есть это было тихое место, а вы его превратили в молодежное? Или все-таки соблюдаются такие? Бывают разные моменты. Я не хочу сказать, что мы вот работаем на 5 с плюсом, и никак иначе. Конечно, при реализации крупных проектов требуется более серьезная проработка. Вот на Комсомольском пруду мы столкнулись с тем, что все-таки сложные гидрологические объекты, они требуют сложных изысканий. Но в целом, получается довольно неплохо. У нас у Ставропольского края есть свой почерк. Вот омская делегация во главе с Виталием Хаценко приезжали. Большое внимание было уделено нашим объектам. Но если к нам едут люди, я думаю, что у нас что-то получается. То есть они забирают у нас какой-то опыт, воплощая их у себя? Да, безусловно. Проект народный. Мы, в принципе, и не скрываем. И всегда ждем в гости всех, кто считает, что что-то у нас получается здесь, на Ставрополе. Но я думаю, что омская делегация – это не единственные люди, которые заметили наши успехи. Здесь часто бывают федеральные министры. Регулярно у нас, ежегодно уже взяли за правила, здесь бывают ведущие эксперты, Минстро Российской Федерации. Вот сейчас, в ближайшее будущее, в апреле, в Железноводске уже принято решение о том, что будет проходить федеральный конкурс на звание «Умного города». То есть есть чем поделиться, есть о чем поговорить, встретиться и посмотреть. Да, но многие приезжают к нам просто на постоянное место жить. Вбирая наш край в последние годы, очень это заметно. Николай Викторович, спасибо. Давайте еще раз напомним о голосовании. В какие дни, где и будем уже считать. Голосование будет, стартует 15-го числа. Вблизи избирательных пунктов будут работать наши волонтеры, которых можно узнать по бейджам и по манишкам, соответствующие символикам. Они с удовольствием расскажут об объектах и помогут проголосовать. Спасибо вам большое, Николай Викторович. Ждем традиционно хорошую явку, ждем воплощения всего задуманного. Напомню, что все наши эфиры вы всегда можете найти на сайте stv24.tv. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова